Сейчас местные жители отрезаны от остальной части Одинцова Смоленской железной дорогой. Новый путепровод поможет решить эту проблему. Людям больше не придется тратить время, объезжая пути через промышленную зону или Минское шоссе. Необходимость назрела, транспортный поток большой, количество жителей увеличивается, дома в городе Одинцово строятся и строились раньше. Нас губернатор услышал, дал поручение профильному министерству, заложили денежные средства. На этот объект уйдет более 2 миллиардов рублей из областного бюджета. Контракт на строительство эстакады подписали в конце декабря, но к работе приступили только в апреле. Подрядчики готовили рабочую документацию, вели переговоры с железнодорожниками, потому что часть опор по пролетному строению находится в полосе отвода РЖД. Сколько у нас техники сейчас на объекте? Порядка 5-6 единиц. Но мы только разворачиваем по-серьезному работу. Сейчас вот вошла рабочая документация, проработаем. У нас, Павлович, с учетом того, что мы с вами подписали контракт в конце прошлого года, вы только разворачиваетесь. Не будет отставания от графика? Не-не-не, мы не расстаем. Все объекты мы сдавали до срочности. Глава напомнил строителям, что все работы должны вестись в рамках закона о тишине Московской области. О правах местных жителей нельзя забывать. Все шумные работы мы стараемся производить в дневную смену. Но есть технологические процессы, которые требуют и круглосуточной работы, но они как бы без шума. В основном это уплотно для стройки. В любом случае, во всяком случае, здесь, вблизи многоэтажек, обращайте на это внимание. Да, конечно. На ход строительства не повлияет и урегулирование вопроса изъятия у собственников земельных участков, через который пройдет путепровод. Правильно я понимаю, что с законом четко регламентируется изъятие. Вопрос с собственниками может стать только про стоимость. Совершенно верно. Процесс для методов участков по компенсации. То есть этот процесс изъятия путепровод участков не обратим. Здесь никто не устроен. Абсолютно. Не обратим. По закону, мы просто пошагово прописываем. По словам Иванова, основная задача власти, как контролирующего органа и заказчика, который платит деньги пандрядной организации, сдать объект в срок. До конца этого года мы должны поставить опоры, перекинуть эстакаду. И уже в следующем году мы планируем ввести ее в эксплуатацию, как и обещали жители. Согласно проекту, путепровод протяженностью чуть более одного километра будет состоять из четырех полос движения и позволит автомобилистам за считанные минуты добираться до центра города. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова